Здравствуйте, с вами я, преподаватель спецдисциплины отделения информационных систем Октябрьского высшего пантехнического колледжа. Сегодняшняя тема – внедрение сценариев в документ HTML. В сегодняшнем видеоуроке я расскажу, как подключить JavaScript код либо JavaScript файл к каждому документу. Итак, предположим, у нас имеется два файла. Один с расширением HTML и второй с расширением JS. В HTML файле у нас содержится какая-либо страница, и в файле JS содержится какой-либо код. Давайте рассмотрим. Итак, имеем содержимое файла HTML. Для того, чтобы что-то здесь отображалось между тегами body, я сейчас напишу это самое содержимое. И теперь давайте попытаемся в этот самый файл индекса HTML добавить какой-либо JavaScript код. Я выделяю два метода, как это можно сделать. Первый метод – это добавление кода прямо внутри этого файла индекса HTML. И второй метод – это подключение кода с помощью стороннего файла. То есть файла, допустим, с названием script.js, с расширением JS. Итак, давайте рассмотрим первый метод. Метод довольно простой. И все, что необходимо сделать, это создать элемент script, type, text и JavaScript. Такой вот элемент мы создали. И теперь мы можем легко в этом, внутри этого элемента, написать JavaScript код. Ну, к примеру, давайте выведем на экран окно с предупреждением, что JavaScript подключен. То есть пишем служебное слово alert и JavaScript подключен. Давайте проверим, как это будет работать. Итак, я обновляю файл, и мы видим всплывающее окно JavaScript подключен. Вот такой вот простой первый вариант подключения JavaScript к кодам прямо внутри HTML файла. И теперь давайте рассмотрим второй метод. Как можно подключить JavaScript код, но уже если этот код находится в стороннем файле с расширением JS. Давайте уберем сейчас лишнее, то, что мы с вами написали. Вернее, мы уберем, не уберем, а скопируем вот это самое окно, всплывающее окно с предупреждением, что JavaScript подключен. Так, ставим наш JavaScript документ и сохраним его. Теперь удаляем вот этот лишний элемент, скрипт. И теперь для того, чтобы мы с вами подключили этот документ, script.js, к нашему файлу index.html между тегами hit. Пишем вот такой вот код script.js, скрипт пробел, путь к файлу скрипта, где лежит скрипт, и указываем имя скрипта. Так как в данном случае наш файл script.js лежит в той же папке. Файл index.html, там и, соответственно, здесь просто указываем имя файла script.js. Если бы этот файл лежал в какой-то другой папке, то мы здесь указали бы сначала имя папки. Сначала бы путь, имя папки, поставили бы значок слэш и указали бы имя файла. В данном случае просто указываем имя файла, сохраняем документ, обновляем страницу в браузере. Как вы видите, все у нас отлично работает, и всплывающее окно у нас снова появилось. Вот это два основных способа, как вы можете подключать JavaScript код к вашим HTML документам. Спасибо за внимание.